Буквально несколько минут назад пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Антикоррупционный комитет сообщил чрезвычайные новости о семье певицы Натальи Королёвой. Мама Натальи Владимировны Людмила Ивановна Порывай, которая уже почти три месяца находится в женском СИЗО по обвинению в устройстве побега своего внука, угодила в очередной криминальный скандал с печальными последствиями. По словам Генеральной прокуратуры и заместителя Антикоррупционного комитета Александра Ширвинда, после сегодняшнего трагического события Людмиле Порывай не удастся уйти от ответственности и ее уголовное наказание будет увеличено. Чрезвычайное событие произошло вчера вечером в одной из камер следственного изолятора. В праздник Рождества Наташа Королёва отправила в следственный изолятор своей матери посылку с продуктами. Две банки персикового сока, палка копченой колбасы, фрукты, торт Наполеон и другие явства, которые обожает Людмила Порывай. Однако в момент прибытия посылки произошло непредвиденное обстоятельство. Маму Натальи Королёвой вызвали на допрос и посылка с продуктами осталась без присмотра. У Людмилы Ивановны Порывай натянутые отношения со своими сокамерницами и перед допросом она решила подстраховаться. 78-летняя женщина с богатым криминальным прошлым решила обезопасить свою посылку весьма оригинальным способом. Людмила Порывай тайком в одну из банок персикового сока насыпала полстакана крысиного яда, после чего, как ни в чем не бывало, ушла на допрос. По возвращению в камеру Людмилу Порывай ждала весьма трагическая картина. Банка персикового сока была наполовину опустушена, а два тела ее сокамерниц бездыха належали на полу камеры. Людмила Порывай вначале все стала отрицать, однако камеры слежения подтвердили, что именно мать Натальи Королевой подсыпала яд в банку персикового сока. Однако ночью в камере произошло еще одно трагическое событие. Людмила Порывай, у которой в последнее время наблюдаются большие проблемы с психикой, устроила пожар в своей камере. Она подожгла газеты и старый матрас. Цель такого поступка пока неизвестна. Отметим, что на данный момент в камере вместе с Людмилой Порывай находится дочка Ларисы Гузеевой, Ольга Бухарова, которая обвиняется в смерти парикмахера салона красоты, а также супруга генерального директора Первого канала Константина Львовича, Софья Эрнст, которая обвиняется в причастности к заказному преступлению против антикоррупционного комитета. Стало известно, что своим поступком Людмила Порывай подставила не только себя, но и свою семью. Антикоррупционный комитет начинает полную проверку Натальи Королевой. Теперь все посылки для Людмилы Порывай будут отправляться обратно. Последних актуальных новостей у Архипи Глушко пока нет. Известна лишь информация, что он до сих пор находится в Соединенных Штатах Америки в больнице в критическом состоянии в связи с тяжелыми ранениями, которые получил при задержании. Но и по традиции последние новости о работе антикоррупционного комитета. Вчера организация Никиты Михалкова перечислила 30 миллионов рублей на увеличение зарплат бюджетников, а в частности зарплаты учителей и работников здравоохранения. Все эти финансовые средства были изъяты у преступных элементов российского шоу-бизнеса. На данный момент антикоррупционный комитет работает по трем направлениям. Проверка программы Дом-2, программы Камеди Клаб и проверка полного имущества Кристины Арбакайте и Аллы Пугачевой. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете работу антикоррупционного комитета, любите закон и порядок, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.